Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто интересуется станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. С первого костричника в Беларуси будут предоставлять безнаявные субсидии на оплату жильево-коммунальных послуг. Доведаемся, по каким принципам будет выдаваться допомога. Маль три тысячи працонных мест створено в Гомельской области в первом погоде этого года. В каких сферах экономики их заявилось больше за все, расскажет специалист. Гомельская консалтинговая компания допомагает развивать молодежные предпринимательские инициативы. Прикладами актуальных бизнес-проектов поделится эксперт. И на приконце программы – знакомство с ценами на Садовино-Городнину на рынках Гомеля. А зараза в этих и инших новинах – больше подробязна. Президент Беларуси на приконце жнивня подписал указ номер 322 о предоставлении безнаявных жильевых субсидий. Они будут наличаться на основе выявных и заявных принципов. Такая мера необходна для забеспечения державной подтримки, упершей в чергу людей пенсийного взрослого и социально необороненных категорий грамадян. Это связано с ростом взрослого вертания насильства, затрат на оказание жильево-коммунальных послуг. Субсидии будут предоставляться в выпадку, коли сумма платы за гэтые послуги у межах их штомесячных нормов перевышает 20% среднемесячного сукупного дохода семьи, якая живет в городе, 15% – в сельском населенном пункте. Укоронение системы на лишение субсидий на основе выявного принципа будет житовляться с первого костричника непрацующим пенсионерам и непрацующим инвалидам, а статним – по заявным принципам. У одной из наступных программы расскажем подробязно про то, как различить, и маете вы право на отримание такой допомоги и у яким померы. Протягиваем выпуск. Амаль 3000 працонных мест было створено в Гомельской области селета в первом погоде. С их амаль полова припадает на долю малого бизнеса. Кабы открыть уласную справу, потребны не только гроши, а и веды. И тут на допомогу потенциальным предпринимателям могут прийти организаторы стартапов и бизнес-инкубаторов. Они оценивают перспективность проекта и распроцуют конкретные шляхи до его реализации. С такой поддержкой открыть свою справу значительно простей. Гомельское ателье «Студе Лайк» – предприемство с невеликим стажем. Катерина Шаученко, его засновальник, давно марила об организации своего бизнеса. Некольких годов была наемным работником, за этот час стала добрым специалистом, да и праца приносила задовольнение. И все ж таки, в будущем она бачила себя керавником, а не подначаленным. За допомогой Катерина звернулася у консалтинговую компанию «Арыйон Бел Плюс». Ее специалисты проанализовали жизнездольность проекта, вызначили его кошт и рентабельность. Это заняло всего около трех недель, после чего и знали помешкание и допомогли открыть ателье. По словам, его господине с начала было складано. Нам вот появилась думка ликвидовать бизнес. Но это была только хвилинная слабость, вспоминает Катерина. Честно было один раз, но еще раз поддержка – это самое главное. Я же столько сделала всего, как это пойти и бросить это все. Ради чего? Столько нервов, столько сил, столько денег, чтобы потом это все закрыть и уйти, уйти в минус, оставить все. Тем более работа мне это нравится. Общение с клиентами мне тоже нравится. По меркованию Виктора Лявонинки, созасновальника консалтинговой компании, на рентабельный уровень працы ателье сможет выйти про сгод. Сдавалось бы, в опротку зараз можно набыть литерально на каждом кроку. Але многие мкнутся о пронации эксклюзивные речи, которые будут подкресливать уластный стиль их господара. Есть клиенты, которые приходят, идея какая-то в голове крутится, но не знают, как воплотить ее в реальность. Мы этому клиенту помогаем с выбором эскиза и с выбором ткани, вплоть до того, что ходим с ним по магазинам и выбираем ткань и фурнитуру. Да, даже есть такое. У нас огромный плюс, что мы находимся в центре и находимся возле магазина ткани. То есть я выхожу, мои сотрудники выходят и подбираем ткань клиенту. Але консалтинговая компания «Район Белплюс» занимается не только развитием и дальнейшей поддержкой стартапов. Сюда за допомогой звертаются и опытные бизнесмены, у которых возникли экономичные складанности, например, со сбытом продукции. Поддержка молодых предпринимателей, сейчас очень модно говорить стартапов, это лишь маленький процент в принципе нашей деятельности. Основные деньги я как предприниматель, я зарабатываю с управленческого консалтинга, когда мы приходим к малому либо среднему бизнесмену по его объему и предлагаем ему управленческий консалтинг. Когда мы выстраиваем для него продажи, когда мы выстраиваем для него маркетинг, когда мы выстраиваем его структуру, либо его стратегию, бизнес-стратегию. А помощь молодым предпринимателям, можно так назвать, как хобби-проект, связан с тем, что еще население, люди и будущие предприниматели не готовы к тому, чтобы себя реализовать как предприниматели. Здесь очень просто это понять, потому что бизнес-сфера, бизнес и предпринимательство как таковое в нашем постсоветском пространстве существует не больше одного-двух десятков лет. Зараз в штате компании семь человек. В команде работают только профессионалы в сфере маркетинга, менеджмента, финансов. В планах Виктора Лявоненко створить свою особливую экосистему с великим штатом профессионалу любой накерованности. Дякуючи этому, бизнесмены будут вызваны от необходимости шукать консультантов по экономичных, юридичных и других вопросах. У протяг темы. Узровень безпрацовья у Гомельской области складает 1,1% от колькости экономично активных же хороу. Наприклад, у областных центров на улику в службе занятости находятся свыше 20 тысяч человек. Цекаво, что, прикладно, столько же вакансий зараз есть у базы даденных управление по праце, занятости и социальной обороне у Гомельского горвыконкама. За первое поугодие в Гомеле створили амаль полторы тысячи прационных местов, свыше восьми сотнях из их надеющих предприемствах. Это Коминтерн, Мультипак, Салия Гомель, Спартак. Усяхож по в области колькость створенных прационных местов в первом поугодии досягнуло амаль трех тысяч. В первом полугодии текущего года в экономике области было занято 605,9 тысяч человек. За данный период на вновь созданные рабочие места было принято 2957 человек. Вновь созданные рабочие места создавались за счет создания новых предприятий и производств. Основная часть трудоустроенных приходится на город Гомель. Это 57,9%. Активность среди районов Гомельской области проявляют Светлогорский, Мозорский, Жлобинский и Житковический районы. Более половины трудоустроенных на вновь созданные рабочие места было принято за счет проведения на действующих предприятиях реконструкции производств и расширения производств. На их долю приходится 53%. В сфере производства лидирующее место занимает обрабатывающая промышленность, а в сфере услуг занимает торговля. На их число приходится 63% созданных рабочих мест за счет реконструкции и создания новых производств. За последние три месяца в области наблюдается снижение уровня официально зарегистрированной безработицы. На конец июля он составил 1,1% от экономически активного населения. Среди районов области по-прежнему высокий уровень безработицы отмечается в Хоникском, Будокошелевском, Жлобинском и Рогачевских районах, где уровень безработицы составляет от 1,2% до 1,4% от экономически активного населения. Информация об количестве новых работных мест, созданных в первом погоде, благодаря реконструкции и ширине вытворчивости, в следующей таблице. Протягиваем выпуск. Протягиваем. 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 На этом у меня все. С вами была Марина Северьянова. Как завсюди, сутренимся ровно простый день. Протягиваем.